Сегодня мы поговорим про Илона Маска, космического и автомобильного магната, бывшего недавно самым богатым человеком на планете. Мы поговорим о странных, но амбициозных проектах Маска, о том, как он бросил Стэнфорд, как рыл тоннель под Лас-Вегасом, как помог Украине защищаться от российского вторжения и как купил нашу с вами любимую соцсеть за 44 миллиарда долларов. Только перед тем, как начнем, уже скоро в 8 вечера сегодня, по московскому времени, будет наш спектакль и живое выступление, которое можно посмотреть в прямой онлайн-трансляции. Мы организовали профессиональные съемки и продаем на трансляцию билеты. Цену вы можете установить сами. Еще можно сделать крупное пожертвование и присоединиться к автопати, которая будет сегодня и оффлайн, и онлайн. Пообщаемся. Ссылка в описании. Ну, давайте начинать. Илон Маск родился в 1971 году в ЮАР в городе Претория. Его отец Эрл Маск инженер, который также владел долей бизнеса по добыче изумрудов, а его мать Мэй модель родом из Канады. В 10 Илон научился программировать, а в 12 продал журналу о компьютерах код игры, который написал сам. После окончания школы Маск решил, что карьерные перспективы гораздо интереснее в Соединенных Штатах, чем в ЮАР, и перебрался в Америку. Переезд проходил в два этапа. Сначала, используя полученное по материнской линии гражданство, Маск переехал в Канаду и поступил в университет Куинс в провинции Онтарио, а затем перевелся в Пенсильванский университет в США, который окончил с двойным дипломом по физике и экономике. После университета Маску дали место в аспирантуре Стэнфордского университета и он переехал в Калифорнию. В Стэнфорде он провел целых два дня, после чего резко изменил планы. В 90-е годы американцы начали активно пользоваться интернетом, и Маск решил, что лучше займется бизнесом в этой новой и перспективной отрасли. Его первый стартап Zip2 скрестил онлайн-карты с желтыми страницами. Это такой бизнес-справочник был. Среди покупателей были газеты New York Times и Chicago Tribune. Вторая компания X-Com ставила более амбициозные цели. Это был один из первых американских онлайн-банков. В 2000 году X-Com объединилась с другой компанией, а их общий продукт стал называться PayPal. Сейчас это одна из самых популярных платежных систем в мире, где и у нас есть счет, куда мы принимаем пожертвования. Есть видео тех времен, где молодой Маск хвастается своей первой дорогой машиной, купленной на деньги от интернет-бизнеса. Казалось бы, типичная история успеха в Кремниевой долине. Но через 20 лет Илон Маск станет, во-первых, богатейшим человеком в мире, а во-вторых, самым необычным миллиардером за последние десятилетия. Большинство миллиардеров не особо интересны. Они зарабатывают деньги на продажи нефти, инвестициях или IT, покупают себе яхты и особняки и живут в свое удовольствие. Ну, еще, может быть, иногда занимаются благотворительностью, хотя чаще тратят деньги на лоббизм и политику. Но Маск не такой. Во-первых, сам его бизнес, космос и электромобили, это уже необычно. Но об этом чуть позже поговорим. Но, во-вторых, он просто чрезвычайно эксцентричен и ведет себя совсем не так, как типичный воротилов в дорогом костюме, живущий в шикарном пентхаусе в собственном небоскребе. А еще он не стесняется публично транслировать свои мысли, что периодически приносит проблемы ему и другим. Однажды на Илона Маска подало в суд американское правительство из-за твита. Дело вот в чем. Его компания электромобилей Тесла публичная. То есть ее акциями торгуют на бирже, а государство следит, чтобы торговали ими честно. Однажды Маск твитнул, что решил сделать компанию частной корпорацией и собирается для этого скупить все акции Тесла по 420 долларов за штуку. Стоимость акции, естественно, выросла. Покупка, конечно, не состоялась. А на Маска подала в суд комиссия США по ценным бумагам. Маск и Тесла получили штрафы по 20 миллионов долларов. А еще теперь Маск обязан согласовывать свои твиты о Тесла с юристами компании. В 2018 году Илон Маск попытался поучаствовать в спасении детей, застрявших в пещере на севере Таиланда. Маск и его коллеги за 8 часов построили из ракетных запчастей мини-подлодку, в которой детей должны были доставить на поверхность через затопленные участки пещеры. Подлодку быстро доставили в Таиланд. Хотя в итоге она так и не понадобилась, и детей спасли без нее. Маск отличился сомнительными заявлениями о коронавирусе. Весной 2020 года, в начале пандемии, он утверждал, что к концу апреля количество новых случаев заболеваний снизится практически до нуля, и что дети практически невосприимчивы к вирусу. Оба предположения оказались неверными, не подтвердились. В мае 2020 года, когда власти округа Аламидо в Калифорнии объявили локдаун и вынудили один из заводов компании Тесла приостановить работу, Маск объявил, что подаст на правительство в суд. После некоторых боданий правительство все-таки выдало разрешение на открытие фабрики и иск отозвали. Известен также интерес Маска к криптовалютам. Его компания Тесла инвестировала в биткоин на целых полтора миллиарда долларов. Тесла даже официально принимала оплату за машины биткоинами. Правда, продлилась эта акция всего пару месяцев. После этого Маск отказался от использования биткоинов, потому что, по его словам, процесс майнинга тратит слишком много электричества и потому не экологичен. Маск пиарил и другие криптовалюты, особенно догкоин. Из-за одного лишь внимания Маска эта монета не раз подрастала и падала в цене. Маск даже посвятил догкоину целый скетч на телешоу Saturday Night Live, где был гостевым ведущим. Теперь давайте более детально поговорим про бизнес-достижения Илона Маска. Один из самых известных и успешных его проектов – частная космическая компания SpaceX, отправляющая грузы и людей в космос. Что интересно, в создании SpaceX косвенно виноваты российские инженеры. Маск с детства увлекался астрономией, читал научную фантастику и мечтал о полетах к другим планетам. Разбогатев, он захотел хотя бы отчасти осуществить детские мечты о космосе. План действий был такой. Сконструировать аппарат с навороченным парником, семенами растений и удобрениями и отправить его на Марс, чтобы вырастить растения на местном грунте, в таком небольшом роботизированном марсианском оазисе. Все это должно было сниматься на фото и видео, чтобы любой человек мог зайти в интернет и наблюдать за происходящим, как там на Марсе что-нибудь растет. Так вот, чтобы отправить супертеплицу на Марс, Маску была нужна космическая ракета. На дворе был 2001 год. Самые дешевые ракеты были, естественно, в России. Маск дважды прилетал в Россию, чтобы купить несколько межконтинентальных баллистических ракет, например, у НПО Лавочкина. В первый раз его пригласили на банкет, напоили водкой, наконец-то выслушали и просто посмеялись. Один из конструкторов вообще плюнул в Маска, подумав, что тот издевается над сидевшими без денег российскими ракетостроителями. Во второй раз банкет и водка повторились, а затем последовало предложение – одна ракета за 8 миллионов долларов. Цена была явно завышена. Маск отказался и решил строить ракеты сам. SpaceX была основана на двух идеях. Первая – это многоразовые ракеты, о которых чуть позже. Вторая – это вертикальная интеграция. Существующие ракетостроительные компании, такие как Boeing и Lockheed Martin, полагались на кучу филиалов, центров, подрядчиков, субподрядчиков и так далее. А также сидели на монопольных государственных контрактах. Из-за этого запуск ракет стоил чудовищно дорого. Маск организовал работу по-другому. Всем процессом от дизайна двигателей и ступеней до их производства, сбора и запуска SpaceX занимается сама. Это и есть принцип вертикальной интеграции. В первое время Маск сам обзванивал лучших студентов аэрокосмических университетов и звал их на работу в SpaceX. Студенты сначала думали, что это какой-то пранк. А поняв, что Маск всерьез, и действительно это он им звонит, с удивлением соглашались. Первой ракетой SpaceX стала Falcon 1. Фактически она была испытательной. Маск и его коллеги хотели доказать, что их небольшая частная компания может построить ракету и запустить ее на орбиту. Запускали ее с маленького космодрома, расположенного на Тикоокеанском атолле. Первый запуск был неудачным. Ракета загорелась, закрутилась и всего через 41 секунду рухнула обратно. При втором запуске раньше времени отключилась вторая ступень, а при третьем первая ступень врезалась во вторую. Если бы не удалась и четвертая попытка, компанию пришлось бы закрыть. Но в этот раз ракета все-таки полетела. Так SpaceX стал первой частной компанией, запустившей на орбиту ракету-носитель с полезной нагрузкой. Этот успех заметили в НАСА, где как раз искали замену космическим шаттлам для доставки грузов на Международную космическую станцию. SpaceX получили солидный контракт на разработку новой крупной ракеты и грузового корабля для нее. Новая ракета Falcon 9 с самого начала проектировалась как многоразовая. Десять лет назад, когда Falcon 9 начинал летать, концепт многоразовой ракеты казался либо научной фантастикой, либо забавной шуткой. Ракеты всегда были одноразовыми. Они взлетают, первая ступень догорает, отсоединяется и падает в океан, включается вторая ступень, догорает и тоже отваливается, а на орбите остается спутник или корабль. По стоимости производства ракета сопоставима с самолетами. Только вот Boeing 747 может отлетать больше 30 тысяч рейсов, а космическая ракета всего один. Поэтому-то летать в космос так дорого. Представьте, сколько стоил бы авиабилет, если бы после каждого рейса самолет выкидывали бы на свалку. Концепция многоразового космического корабля не нова. Вспомните те же космические шаттлы или их советскую версию, Буран. Только вот на ремонт шаттла после каждого полета уходило очень много времени и денег, а его ракеты-ускорители нужно было вылавливать из океана. В котором металл портился от соленой воды. Так что нужны были какие-то новые идеи. Решение оказалось концептуально простым, но технически очень сложным. В Falcon 9 после выработки топлива первая ступень отделяется, заново включает свои двигатели, меняет траекторию и возвращается обратно в атмосферу. Затем снова включает двигатели и плавно приземляется либо на посадочную площадку на земле, либо на баржу в океане. Реализовать возвращение первой ступени получилось далеко не сразу. Сначала добились контролируемого спуска и посадка на воду. Дальше купили огромную баржу и оборудовали на ней посадочную платформу. В процессе к ракете приделывали откидывающиеся посадочные опоры, а также специальные решетчатые крылья, похожие на вафли. До баржи Falcon 9 долетала, но вот приземлиться в целости и сохранности долго не получал. 2015 года под радостные крики сотрудников в Центре управления полетами первая ступень ракеты приземлилась на бетонную площадку около места запуска. Выглядело это как кадр из фантастического фильма и, конечно, транслировалось на ютубе. Через несколько месяцев удалось посадить ракету и на баржу. Это нужно для миссии, где топлива не хватает, чтобы после запуска вернуться на твердую землю. Сейчас SpaceX практически каждый раз успешно приземляет первые ступени своих ракет, а затем использует их снова. Одна из ступеней уже отлетала целых 15 миссий, и это число будет расти. 90% запусков SpaceX в 2022 году проведены на повторно используемых двигательных установках. Стоимость спуска ракет стремительно падает. Теперь SpaceX успешная и самостоятельная компания, которая не только сотрудничает с NASA, но и стабильно зарабатывает деньги на запусках спутников связи и научных космических аппаратов. А еще ее корабль Dragon доставляет астронавтов на МКС после 10 лет полетов на Российских Союзах. Кстати, одним из самых запоминающихся космических запусков SpaceX был первый запуск ракеты Falcon Heavy. Эта ракета воплощение модульного подхода к ракетостроению от SpaceX. Берутся три первых ступени, уже летающие ракеты Falcon 9, сцепляются вместе, и получается в три раза более мощная ракета. Первый запуск дал нам вот это поразительное видео двух боковых ступеней, вместе приземляющихся обратно. А еще тот запуск был тестовым, и вместо спутника или корабля на ракету погрузили симулятор массы. Маск не хотел отправлять в космос просто кусок металла, поэтому Falcon Heavy запустил в район марсианской орбиты его личный кабриолет с манекеном космонавта за рулем. Это не какой-то макет автомобиля, и не шутка. Илон Маск реально отправил в космос собственный автомобиль. А собственный он не только потому, что наш герой сам на нем ездил, но еще и потому, что произвела его вторая крупная компания Илона Маска. Тесла. Автомобильная компания Тесла названа в честь знаменитого сербского изобретателя и инженера Николы Теслы. Тесла это что-то вроде Apple от мира электромобилей. Они не изобрели электрические машины и далеко не первые вывели их на рынок. Но именно они сделали электрокары чем-то крутым. Появилась Тесла, как и SpaceX, от желания Маска совместить приятное с полезным. Прибыльный бизнес с великой миссией. Сегодня Тесла производит пять моделей электромобилей. S, 3, X, Y и Кибертрак. У Кибертрака, среди прочего, непробиваемые стекла в окнах. Правда, на презентации пикапы стекла все-таки умудрились разбить. Все автомобили отличаются, среди прочего, функцией автопилота. Помимо производства автомобилей, Тесла построила огромную сеть электрических заправок Supercharger. На них электромобили можно зарядить примерно за час. Финальная цель в том, чтобы электрических заправок было так же много, как и бензиновых. А еще модельный ряд Тесла пополнился полноценным электрическим грузовиком. Первая партия Tesla Semi была передана заказчику компании PepsiCo в декабре 22-го года. Тесла также разрешает другим использовать свои запатентованные технологии. Маск объясняет это так. В начале истории Тесла он опасался, что крупные автопроизводители используют его разработки в своих электромобилях и просто задавят Теслу. Поэтому он оформил множество патентов, например, на автомобильные батареи. Однако другие автокомпании не особо заинтересовались электромобилями. Так что Маск решил открыть патенты для всех. Пусть кто-то другой тоже этим занимается. Это, конечно, не полная благотворительность. Прямо копировать дизайн Тесла запрещено. Да и смысл открытия патентов был не только в заботе об экологии и о ходе от бензиновых машин, но и в развитии рынка электромобильной, что для самой Теслы, естественно, выгодно. В отличие от SpaceX, которую критиковать практически не за что, к Теслам все-таки существуют некоторые обоснованные претензии. Американская администрация по безопасности на магистралях сейчас ведет расследование аварии с Теслами, во многих из которых была включена продвинутая версия автопилота. Отмечена тенденция автопилота врезаться в припаркованные на дорогах машины экстренных служб. Также известны случаи возгорания аккумуляторов, а крупные батареи потушить даже сложнее, чем горящую бензиновую машину. Маск парирует обе эти претензии тем, что аварий и пожаров с Теслами происходят меньше, чем с обычными автомобилями. Однако обстоятельно этот вопрос еще никто не исследовал. В феврале 2022 года российская армия вторглась в Украину. Во время войны Украине помогали и продолжают помогать не только государству-союзники, но и некоммерческие организации, корпорации и отдельные богатые люди. Однако именно у Илона Маска оказался в распоряжении уникальный ресурс, который помогает украинцам защитить свою страну – Старлинк. Это система спутниковой связи, которую разработала и строит SpaceX. Ее смысл в том, чтобы обеспечить быстрым и дешевым интернетом фактически любое место на Земле. Спутники связи обычно по одному запускают на очень высокую геостационарную орбиту в 36 тысячах километров над Землей. Но Старлинк – это огромная система из нескольких тысяч низкоорбитальных спутников. Их запускают по 60 штук за раз на многоразовых ракетах. Получается дешево и надежно. С одной точки на Земле есть связь сразу с несколькими спутниками сети. Маска критиковали за Старлинк, ведь, во-первых, такое количество спутников создают проблемы для астрономов, а во-вторых, повышается вероятность столкновения двух спутников и появление облака космического мусора. Однако для украинской армии Старлинк стал ценнейшим инструментом. Это связь, которая работает везде и всегда. Можно поставить тарелку где угодно – в штабе, в лесу или в окопе. Инфраструктуру нельзя уничтожить, для этого придется сбивать спутники на орбите, то есть вступать в прямой конфликт с Соединенными Штатами. К тому же спутников Старлинк очень много, и они взаимозаменяемы. Вряд ли получится сбить достаточно, чтобы создать проблемы. Ну и, конечно, россиянам логины от Старлинка не дают, так что пользуются этой связью только украинская армия. Россияне звонят по сотовам. За терминалы и услуги Старлинк платит сама SpaceX, а также некоторые западные страны – США, Франция и Польша. Осенью Маск предложил Минобороны США помочь с оплатой услуг Старлинк для Украины, потому что для SpaceX это становилось дороговато. Однако через пару дней он передумал и твитнул, что компания продолжит предоставлять украинцам связь за свой счет. Старлинк – это пример реальной и очень важной помощи Украине от Элона Маска. Однако были случаи, когда украинцы были вполне справедливы и им недовольны. В октябре Маск написал твит, в котором предложил план по окончанию войны в Украине, и план этот был довольно сомнительный. Он включал в себя, среди прочего, признание Крыма российским и нейтральный статус Украины. Естественно, такой, ну, выглядящий пророссийским план радостно поддержал Дмитрий Песков. Зато украинцам идеи Маска совершенно не понравились. Этот инцидент наглядно показывает, каким бы успешным инженером и бизнесменом ни был человек, вне своей сферы интересов он может наговорить каких-то не очень правильных вещей. Хотя со временем можно будет оценить их правильность или неправильность. План прекращения войны – это не единственная странная вещь, которую Маск запостил в Твиттер. В 2022 году он стал пользоваться этой соцсетью еще активнее, чем раньше. Причина активности в том, что Маск теперь владелец компании Твиттер. Сейчас поговорим об этом. Изначально предложение купить Твиттер Маск сделал еще в апреле 22 года. Он хотел исправить две проблемы соцсети. Слишком строгую, по его словам, модерацию контента и огромное количество спама на платформе. Маск предложил за Твиттер 44 миллиарда долларов, подписал предварительное соглашение, а летом попытался выйти из сделки, похоже, поняв, что предложил слишком много. Руководство Твиттера пригрозило судом, и сделка в итоге все-таки состоялась. Управлять Твиттером Маск начал в своем типичном стиле – импульсивно и агрессивно. Он уволил практически всех топ-менеджеров, а на их место поставил своих проверенных подчиненных из Теслы. Он разбанил множество аккаунтов, заблокированных Твиттером за хейт-спич. В числе прочих был разблокирован экс-президент США Дональд Трамп, забаненный после беспорядков в Капитолии в январе 21-го. Приобретение Твиттера, кстати, негативно влияет на другие активы Маска, в частности на Теслу. Может показаться, что дела у Тесла идут хорошо. И так оно и было. Акции Тесла бурно росли в цене с 2020 по 2022 год. Но сейчас они стоят в полтора раза дешевле. Это связано, среди прочего, с тем, что Маск в свое время продал акции Тесла на целых 23 миллиарда долларов, потому что ему были нужны наличные на покупку Твиттера. С этим проектом у Маска, кстати, тоже не все гладко. Пытаясь уменьшить расходы компании, Маск сократил почти половину сотрудников Твиттера. Правда, он довольно быстро понял, что погорячился, и многих увольных специалистов позвал обратно. Те, кого сокращение не коснулись, должны были за сутки принять решение работать по хардкору, то есть много часов в день и по выходным, или уволиться. Около 1200 человек выбрали второй вариант и ушли. Правила Твиттера теперь меняются также хаотично. То голубые галочки верифицированных аккаунтов стали продаваться за 8 долларов, и абсолютно ожидаемо этим воспользовались мошенники, чтобы притвориться известными людьми. То появился запрет постить ссылки на другие соцсети, в том числе на Фейсбук и Инстаграм. После жесткой негативной реакции пользователей правила это поспешно отменили. Все эти реформы Маска сопровождаются активным шитпостингом в его личном Твиттере и регулярной руганью с либеральной аудиторией соцсети. Последний крупный скандал в сети Икс, а именно так Маск переименовал Твиттер, заодно сменив привычную синюю птичку на крестик, произошел на фоне атаки Хамаса на Израиль. Маска обвинили в антисемитизме после его одобрительного комментария к посту, в котором говорилось, что еврейские сообщества разжигают ненависть к белым. В результате Твиттер потерял крупных рекламодателей, вроде Walt Disney, IBM и Apple. Маску пришлось выступать с заявлением, что отныне любые антисемитские высказывания в его сети будут блокироваться. Также он посетил Израиль. Как любой уважающий себя визионер, Маск фонтанирует идеями. Некоторые из них он развивает в отдельные проекты и компании. Одна из них The Boring Company, что переводится как компания туннеля строения, либо как скучная компания. Однажды Маск стоял в дорожном заторе в Лос-Анджелесе, знаменитом своими пробками, и написал твит. Как же надоели пробки, думаю, просто куплю туннелепроходческую машину и начну копать? После этого он купил туннелепроходческую машину и начал копать. К сожалению, копать он начал не метро, а дорогу. И результат оказался не самым блистательным. Маск обещал высокотехнологичный тоннель под Лас-Вегасом, который решит проблему пробок в городе. Но построил в итоге два однополосных автомобильных тоннеля из точки А в точку Б с ограничением скорости в 60 км в час. Не сказать, чтобы прямо в вершину урбанистической мысли. А мог бы какой построить трамвай? В Маске есть и более футуристическая идея о новом общественном транспорте гиперлуп. Гиперлуп – это система вакуумных труб, по которым на огромных скоростях перемещаются транспортные капсулы. Ведь сопротивления воздуха в вакууме нет. Идея чисто теоретически интересная, и разные компании уже тестируют технологию, но в целом такой транспорт попадает в категорию всяких трамваев на палках, нависающих над дорогой автобусов и прочих бестолковых новшеств. Построить это можно, конечно, но зачем? Лучше вложиться в сеть высокоскоростных поездов, которых в Америке как раз отчаянно не хватает. Ну или если речь про города, то трамваев или метро. Наконец, Маск занимается солнечной энергетикой. У Тесла есть подразделение, производящее крупные электробатареи и солнечные панели, которые можно установить прямо на крышу типичного американского жилого дома. Смысл в том, что такие панели не занимают лишних площадей, да и выглядят неплохо. Как вы помните, компания SpaceX началась с идеи Маска отправить растения на Марс. С годами эта идея превратилась в грандиозные и детальные планы о том, как человечество колонизировать Марс и стать цивилизацией, живущей на нескольких планетах. Маск прям так и говорит, дело не в каких-то ресурсах Марса и даже не в развитии науки, а в создании межпланетной цивилизации, которая смогла бы пережить любой будущий земной апокалипсис. Хотя, возможно, он хочет летать на Марс просто потому, что это круто. И его планы уже притворяются в жизнь. Опыт приземления многоразовых ракет, полученный от Falcon 9, теперь используется для новой большой ракетной системы Starship. Раньше Starship назывался BFR, что расшифровывалось либо как большая ракета Falcon, либо чуть менее цензурных. И она прямо реально большая. Вместе первая ступень и сам межпланетный корабль будут высотой в 120 метров, как небольшой небоскреб. На первой ступени будет 33 новых ракетных двигателей Raptor. А вторая ступень это полноценный грузовой или пассажирский космический корабль, на котором люди смогут долететь до Марса и обратно. Летать Starship будет на топливе из метана и жидкого кислорода, поскольку такое топливо можно производить на самом Марсе. Кстати, именно огромное количество двигателей погубило советскую лунную программу. Лунная ракета N1 с 30 двигателями на первой ступени взрывалась при каждой попытке запуска. Но маска это не пугает. Идея в том, что если один или два двигателя отключаться, остальных хватит, чтобы ракета долетела до орбиты. Как и к предыдущим космическим планам Маска, к Starship сначала отнеслись с недоверием. Мол, НАСА и другие космические агентства десятилетиями планируют строительство огромных ракет и полета на Марс, а тут пришел какой-то эксцентричный мужик из Твиттера и собирается все сделать сам, да еще и быстрее всех. Однако Starship уже построен и проходит испытания. SpaceX купила в Южном Техасе участок Земли, отстроила на нем и тестирует там марсианские ракеты. Все запуски, как и в случае с посадками ракеты Falcon 9, компания транслирует в интернете, совершенно не стесняясь взрывов, провалов и пожаров в прямом эфире. За этими стримами наблюдают миллионы людей. Самые зрелищные испытания это симуляция приземления Starship на Землю после возвращения с Марса. Огромный 50-метровый корабль из нержавеющей стали взлетает на высоту в 15 километров, отключает двигатели, поворачивается брюхом вниз и падает, после чего самые земли снова включают двигатели, резко поворачивается и плавно приземляется на посадочную площадку. Такой самокритичный пиар, кстати, совсем не смущает НАСА. Они планируют использовать Starship для высадки астронавтов на Луну и уже заключили со SpaceX соответствующий контракт. В ближайшие месяцы Маск собирается отправить Starship в тестовый полет на орбиту. По меркам космической индустрии скорость разработки просто безумная. Так что, несмотря на весь скепсис и насмешки в отношении Маска и его проекта, все идет к тому, что именно его компания первой доставит людей на Марс и уж точно вернет их на Луну. Вот примерно так выглядит биография Илона Маска. Я уверен, что будущие новости про него обязательно до нас доберутся. Случится какой-нибудь новый скандал с Твиттером, SpaceX попробует отправить корабли на Марс или еще куда-нибудь. И наверняка Илону в голову придет еще какая-нибудь странная идея о том, как улучшить жизнь человечества. В следующий раз, правда, надеемся, обойдется без строительства автомобильных тоннелей. В заключение вернемся в нашу реальность и вспомним мрачный анекдот до военных времен. Вот бы Илон Маск родился бы в России, тогда бы у нас был бы свой SpaceX. Если бы Илон Маск родился в России, то никакого SpaceX он бы создать не смог, потому что к нынешнему времени только бы досиживал свой первый срок за создание PayPal. Напомню, что сегодня живое выступление. В 8 вечера можно купить билет и будет онлайн-трансляция. Приходите по ссылке в описании. До завтра! Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Катца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллинн, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова